Акция по бесплатной раздаче рыбы пенсионерам и многодетным семьям на Камчатке обернулась скандалом. В доброе дело, которым занимались местные общественники при поддержке рыбаков, вмешалась политика. Дело в том, что уже не первый год активистка Союза пенсионеров, член партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Любовь Николаевна Трощенко берет на себя организацию акции, координируя все ее этапы. Это личная инициатива женщины, и люди всегда с благодарностью приходили к ней и ее помощникам за бесплатным лососям. С ним общественницы всегда помогали Краевое министерство рыбного хозяйства и местные рыбопромышленники. Так было и в этот раз. 16 мая Горбуша в Краевой столице разлетелась за несколько часов. Вот только отчитались за мероприятия, местные справедливо росы. На своем сайте представители партии написали, якобы именно они провели акцию, устроив раздачу рыбы. И от всего имени поблагодарили за поддержку тех, кто помог акции состояться. В том числе и ту самую пенсионерку, которая все и организовала. По словам женщины, руководитель местного отделения партии Дмитрий Бобровских, ранее не изъявлявший желания помочь в других раздачах, приехал в этот раз к месту проведения акции. Выдал ее участникам для рыбопакеты символикой эсеров. Сфотографировал с ними людей. Не согласился отвезти некоторое количество рыбы тем нуждающимся, кто не смог приехать за ней лично. Но наравне с Бобровских подобную помощь оказало еще множество людей. И без него бы они справились. Он подъехал на машине. Я даже не видела, когда он подъехал. Когда он подошел ко мне, поздоровался и говорит, Люба Николаевна, может быть, тебе пакеты принести? Он говорит, зачем они мне? Мне не надо пакеты. Ну, если людям, то дай людям пакеты. Я не то, что там я себя выгораживаю. Нет, я в шоке. Я ему сказала, какое ты имел право писать, ты мог? Да. Он там меня начал фотографировать, людей фотографировали. Я говорю, не фотографируй меня, не надо меня тут снимать. Я ему говорю, ты зачем? Я ему не говорила, я написала. Говорю, ты зачем? Зачем ты написал? А он, ну, я думала, какое лучшее? Ты же помнишь. Он мне как-то, да давно он предлагал, что вот ты раздаешь там рыбу, там то все раздаешь, делаешь как бы какие-то там услуги. А можно я как бы свой наш флаг поставлю возле тебя? Я говорю, нет, Дима, если ставить флаг, то только он наш, пенсионный. Попытка заработать политических очков на чужом труде провалилась. Из-за публикации, искажающей реальное положение дел, организаторы акции уже обратились к председателю законодательного собрания региона с просьбой разобраться в ситуации. В письме Любовь Николаевна выразила недовольство поведением своего однопартийца Бобровских, который, по ее словам, не имеет никакого отношения к акции. Я ему написала, что какое ты имел право, ты меня подвел, ты вообще подставил дату Вескова, говорю, подставил, ты же даже не понимаешь, что ты натворил, говорю. Говорю, ты должен объясниться, написать объяснение, удалить аккаунт, объяснение написать и извинения преподнести. Добавим, в последнее время Дмитрий Бобровских становится героем не самых добрых историй. Одна из них посвящена поддельному диплому. В прошлом году его обвиняли в предоставлении поддельного документа о высшем образовании в избирком региона, а затем и в Заксобрании. Кроме того, регионального справедливого РОСа уличали в вождении без прав и отказе от медпроверки на трезвость. Это стало причиной лишить депутата должности зампреда двух комитетов краевого парламента. Также его задерживали за неявку в суд. У служителей Фемиды было немало вопросов к скандальному депутату, но он почему-то решил с ними не встречаться и прогуливал заседание.